Стоя и аплодисментами, так депутаты парламентской ассамблеи Совета Европы выразили свою поддержку Мариуполю. В Страсбурге почти единогласно приняли резолюцию о последствиях агрессии России против Украины. ПАСЕ призвала создать международный трибунал для расследования преступлений, совершённых руководством РФ. «Международный трибунал. Нам нужен он. И нужно, чтобы все виновные оказались на этом трибунале. И, конечно, лично Путин. Потому что он ответственный за то, что там случилось. И он должен быть там. Это тоже указано в этом докладе. И это очень важно». Доклад, который лёг в основу резолюции, подготовил немецкий депутат от группы социалистов Франк Швабе. «Когда мы проснулись утром 24 февраля, это был уже другой мир, другая Европа». Так начал он своё выступление в дебатах, предшествующих голосованию. Швабе подчеркнул, сегодня все страны, члены Совета Европы должны быть солидарны с Украиной. В то же время он отметил, хотя дискуссия в ПАСЕ не может быть посвящена вопросам поставок оружия, поскольку Совет Европы занимается правами человека, в резолюции содержится призыв увеличить помощь Украине для защиты её воздушного пространства. «В конечном итоге ПАСЕ может только требовать от России. У нас нет военного ресурса. Хотя мы говорим о военных возможностях тоже в этом докладе. Несмотря на то, что наша организация не об этом, мы упоминаем и военные варианты, а именно, как мы можем содействовать Украине. А также о том, что международное сообщество должно сделать всё, чтобы расследовать совершённые там военные преступления». Несмотря на призывы расширить содействие Украине, не все члены украинской делегации в ПАСЕ остались довольны формулировками в документе. «В доклад побоялись включить конкретные слова о военном содействии, о котором запрашивали наши британские коллеги. Чего вы боитесь? Отражать процессы, которые сейчас происходят в широких масштабах?» Раскритиковал ПАСЕ и французский депутат Жак Мэр. В своём выступлении он отметил, что да, Совет Европы не бездействовал. В частности, оперативно исключил Россию из состава организации. Но Страсбург погряз в бюрократии, из-за чего КПД ПАСЕ оказывается невысок. «На самом деле в Страсбурге всё ещё слишком много бюрократизма. Как иначе объяснить тот факт, что Совет Европы отказывается возобновлять деятельность своего офиса в Киеве, пока не будет принят план действий по Украине. А комиссар по правам человека Совета Европы не может приехать в Украину, потому что условия её мандата этого не позволяют». Но даже несмотря на то, что Дуня Миятович пока не добралась до нашей страны, чтобы воочию убедиться в выпиющих зверствах российской армии в Украине, украинские депутаты привезли в Страсбург свидетельство пострадавших от рук оккупантов украинцев. Вот что просил рассказать директор одной из школ в Киевской области Николай Микичек. «В наших школах было 40 новых лэптопов и 50 компьютеров. Но российские солдаты украли всё. Они устроили туалет в классах. Дома, в которых они жили, были полностью обворованы. Они устроили комнату пыток в подвале школы. Там они содержали жителей из сёл и городов Киевской области. Они калечили людей, снимали это на видео. В подвале школы было найдено больше 10 трупов. Это всё должны заслушать в международном суде, сказал мне этот директор школы». В резолюции ПАСЕ также идёт речь об использовании конфискованного имущества российских олигархов для нужд украинских беженцев. Россия обязана возместить ущерб, причинённый развязанной Кремлём войной. И активы олигархов станут способом частичного погашения финансового долга РФ перед Украиной. «Мы должны это реализовать, потому что у нас нет другого пути, чтобы достичь справедливости в этом вопросе. И очень важный момент. Когда мы говорим о россиянах, это не только олигархи, но и их пропагандисты. Я видел виллу Соловьёва на озере Комо. Это пропагандист призывал атаковать Лондон и Нью-Йорк ядерным оружием. Такие люди, как он, должны потерять всё, что у них есть. Это всё должно пойти украинским беженцам и украинскому государству». Елена Шустова. Специально для информационного марафона «Фридом» телеканала Юэй.